Ну что, друзья мои, первый корпус армии Токеда Сингена к битве готов. Теперь ещё пять раз постолька и можно воевать. Всем привет! Блокпост начинает работу. Рубрика Хобби-часть. Всем доброго времени суток, друзья мои. Здравствуйте! А сегодня у нас с вами вон сколько мини-чек надо открасить и забазировать. Ого-го! Нагляднее это будет выглядеть в количестве баз. А в мини-чках 57 штук. И тогда, с учётом первого клана, у нас будет собран первый корпус в армии Токеда Синген. Чувствую, нужны какие-то комментарии. И начать придётся немножечко издалека с историей. Ну, всё как мы любим. Что такое Япония 16 века? Это переходное время от средневековья, феодализма, к новому времени. От нового времени у нас уже есть огнестрельное оружие, аркебузы, пушки. У нас уже есть массы пехоты, собранные в большие баталии. Это я сигару. Но в самом главном японская армия остаётся ещё средневековой. Что я имею в виду? Я имею в виду способ набора армии и способ действия на поле боя. Как начинается война в 16 веке в Японии? Крупный правитель, какой-нибудь даймя, решает напасть на своего врага. Он тут же подымает своих самураев, которые у него в замке живут. Дальше мобилизует своих крестьян, если хочет, в Асигару. Далее быстренько нанимает какие-то наёмные контингенты, какие может. Ну, сколько денег хватит. Рассылает гонцов красивыми плащами хора к своим вассалам. И вассалы, по идее, должны прийти на войну, хотя они всегда это делают. Дальше рассылаются гонцы к своим родственникам, которые, в принципе, не обязаны идти на войну, но чаще всего приходят. Ну, и также к своим друзьям, потому что, ну, а вдруг они тоже захотят. И вот, когда собираются всё это великолепие, то происходит следующее. Надо чётко понимать, что когда какой-то там правитель, князь, приводит свою дружину в армию к большому боссу, то никогда не происходит ситуация, типа, ой, у тебя есть там 40 стрелков, давай-ка мы их в центре баталию создаём стрелковую, вот туда отправь, а 5 рассадников своих отправь на левый фланг, там у нас такой мощный ударный кулак образуется, ну, а сам со своими пешими самураями шагай направо, там в засадном полку больше едет. Вот ни один князь свою дружину не будет раздёргивать. На поле боя дружина князя воевала всегда компактно. Да, они неплохо, в принципе, ну, по меркам Средневековья, слушались своих там командиров, но действовали не всегда самостоятельно. Может быть, я немножко примитивно объясняю, ну, примерно так это было в 16 веке. Теперь возвращаемся к нашим игровым правилам. Колордайз, по которым мы с вами будем сражаться. Ну, я немножко буду подкручивать, по ходу дела, под себя, но суть-то мы берём самое главное. А именно, вся армия колордайз делится на три больших корпуса. Ну, условно, левый, правый фланг и центр. Каждый такой корпус будет состоять, условно, из трёх кланов. Больших и маленьких. В каждом корпусе есть командир, тайса, а в центре – сёгун. То есть два тайса, один сёгун. И каждый из них командует своим корпусом. Вот, таким образом, собрав три клана, мы как раз собираем первый корпус, ну, условно, там, правое крыло или левое, в армии Токеда Сингена. А давайте мы пока за скобками оставим, как именно я, собственно, набираю, растираю. Об этом в следующий раз. Ну, теперь, я думаю, вам немножечко стало понятно. Первый из сегодняшних двух кланов будет состоять из четырёх отрядов. Три отряда основных и один отряд вот стрелковой поддержки. Значит, на стрелковую базу хотел поставить пять стрелков, получилось только четыре. Значит, две минечки сэкономлю. Хорошо, меньше красить. Как видите, тут ничего особенного не сделал. Я вообще уже говорил, я противник каких-то конверсий ради конверсий. В данном случае, чего там аркебузира менять? Да ничего не надо. А вот лучника сюда поставил, он был с непокрытой головой. Ну, слепил ему шлендинга, слепил эту барницу тканевую, как смог. Сзади же Симона закрепил, хоть проектом и не предусмотрено. Ну, вот, собственно, всё по минимуму. Лишних конверсий не нужно. Да, заодно нашёл, куда поставить стрелкового самурая. Это же логично, он командует обычными стрелками-пехотинцами. Так, осигарская база, основная база. Семь минничек. Как и планировалось, микс из трёх наборов получился у нас. Вот. Ну, из всех конверсий, вот, добавил два Сосимона, стоящего Сигару. До обрезал немножечко их индивидуальной подставки, чтобы они потеснее стояли. А всё остальное, вот такое есть фирменное. Почему командиром поставил конного лучника? Ну, потому что, во-первых, выдевать некуда их. Их много. А, во-вторых, думаю, это логично. Данные бойцы стоят, держат позицию. Ну, а командир, как легалас, их там врагов всячески отстреливает снайперски. Пользуясь тем, что его прикрывают. Ну, опять же, он на коне, потому что уж командир полка. Вот такая вот история. С стоящим на колене Сигару решил не давать Сосимону, потому что будет так тесно, ни к чему. Это у нас первая самурайская база. Ну, здесь только знаменосцу знамя самодельное вручило. Всё остальное, как есть, фирменное. Ну, может быть, как-то по-другому на базе расставлю, миннички, сейчас подумаю. Последняя командная база получилась самой хлопотной. И всё из-за этого паренька. Дело в том, что командира клана у меня портрета нет. То есть клан есть, герб есть, всё есть. А портрета нет. И я решил использовать эту замечательную минничку. А что, думаю, парню пропадать-то? Ну, явно же командир клана. Просто без вопросов. Всё дело в том, что он пеший. Значит, всадников на базе быть нежелательно. А то князь у нас потеряется, как центральная фигура. Но двух пехотинцев я нашёл быстро. Бойцу с ноги наты пришлось приделываться Симона. Дырочки просверлил. Так, ну надо ещё две миннички. Что же делать? Потом я сообразил, что у нас же будет большое знамя на подставке. И знаменосец нам будет не нужен? Окей. Тогда я нашёл вот этого пехотинца. Приделываю ему самодельное хоро. И вот у нас теперь уже и гонец. Он тоже попадает в концепцию базы. Пеший, активно бегущий вперёд с мечами. Остался ещё один персонаж. И тут я вспомнил, что у меня же пропадают вот такие замечательные ребята. И даже то, что я в ролике хвастался, что можно дать ему, например, но дать и большой полевой меч. Сказано. Сделано. Вот такая у меня получилась штука. Если вы думаете, чтоб вышло слишком уж крупно, вот вам две иллюстрации. Ну, я не скажу, что это прям миниатюры 16 века. Но в любом случае не современные рисунки. И обратите внимание, здесь такие прям штуковины неслабые. Я, кстати говоря, когда делал, вот по миничке мерил. Ну, ладно. Даже если я немножко не попал в масштаб, ну, будем считать, что это мой стиль. Всё. База собрана. А что же это за клан такой получится? Ну, сейчас я быстренько всё покрашу и вам покажу и расскажу. Ага. Интригую. Я такой. Что скажет купечество? Слушайте, какая миничка классная. Красить было одно удовольствие. Ну, конечно, можно бы ещё поаккуратнее, но вообще мне, честно говоря, даже получившийся результат очень нравится. Вождь клана. Сома еситаны. Ну, или точнее, скажем так, моё видение этого персонажа. У клана Сома зато очень хорошо дело обстоит с символикой. А вот это вот большой штандарт руководителя клана. Такое желтоватое полотнище, там красный круг, точнее, красное такое кольцо и три языка пламени. Наверняка это что-то да означает, но, если честно, я не знаю. Ну, мне очень понравился шикарный такой символ. Кстати сказать, вот на таких вот на больших штандартах Оума Зеруси вожди кланов обычно гербы свои не рисовали, а рисовали какой-то особенный символ. Хотя никакой, конечно, там унификации или там требований не было. А вот на Нобори, то есть на полковых знамёнах, традиционно изображали герб клана. Причём цвет самого знамени, он мог варьироваться. Вообще к цветам японцы относились очень спокойно. Чаще всего главное само изображение, а цвет это уже белый десятый. Как вот, например, могли быть знамена и чёрного цвета, чёрный с белым таким сегментом, этим цветочком. Вот, и, кстати, обратите внимание, и сосимона внутри одного клана могли быть разные. То есть осигару носили чёрные сосимона, а самураи синие. Вот здесь я так попытался отразить. По-моему, вышло достаточно неплохо. К сожалению, я не знаю, какого цвета и какие рисунки были на щитах у стрелков. Вот эти на павязах, которые защищали позиции стрелков. Я посчитал, что будет логично вот тоже использовать вот эти мотивы, чтобы как-то придать некое единство, единообразие отрядам, потому что в игре это всё-таки важно. Ну, а в реальности, может быть, щиты как-нибудь по-другому красились. Не знаю. Вот на этой самурайской базе, в общем, здесь всё в соответствии с исторической действительностью, как мне кажется. А на командной базе, конечно, я немножко сомневаюсь насчёт рисунка на хора. То есть вот эти плащи гонцов шарообразные, я знаю, что они раскрашивались разными красками, и вроде как на них рисовали всякие гербы в том числе. Ну, я посчитал, что почему бы нет. Но точных данных у меня по клану Сома нет. Второй же клан у нас будет более многочисленным. Оно и понятно, потому что это клан командира корпуса. Тут у нас впервые появляются круглые базы. Это базы застрельщиков. На них я планирую поставить два пеших лучника, и одного лучника конного. На стрелковой базе всё та же конверсия. То есть шапку дзингасу для лучника слепило больше-то ничего. База копейщиков и сигару. Ну, здесь всё то же самое, что и у клана Сома. Таких баз будет две. И здесь у меня возникла маленькая проблемка. Вот она, проблемка-то. В смысле, баз-то у меня таких две, а знаменосец всего один. Что делать? Подумал-подумал, и пришлось заняться привычным, в общем-то, уже делом. Всё тот же замечательный китайский чудо-материал. Да, пришлось, знаете ли, запиратить знаменосца. Ну, получилось так себе, признаюсь. Ну, в общей массе где-нибудь на базе сойдёт. Одна из двух самурайских баз будет у меня полностью кавалерийской. Ну, что делать? Захотелось мне побольше конницы. Пусть это не очень исторично, но думаю, командир корпуса себе позволить может. Ну, и опять же, один из моих подписчиков, Богдан, уж очень сильно хотел увидеть полностью кавалерийскую базу. Богдан, это для тебя. Верный своим принципам, конверсию сделал только одну, и то можно бы не делать. Копейщику дал меч в руки. Ну, так немножко поразнообразить модельный ряд. Хотя никакой особенной смысла тут нет. Ну, просто вот, почему бы и нет. Два имеющихся всадника с хора гонцы будут у меня использованы на двух самурайских базах этого клана. На кавалерийской базе это будет знаменосец. Плаща ему снял. А вот сюда знамен вставлю. А вот на последней, на командной базе, он и будет гонцом. Прям всё по классике. Минечка, которая подверглась конверсиям на командной базе, это фигура лидера клана. Вот такой вот замечательный самурай в безрукавке с таким очень интересным украшением на шлеме. Это такая асимметричная галочка, которую в Японии воспринимали как месяц. Вот такой вот месяц на шлеме носил легендарный герой, прямо эпический генерал Дате Масамуне. Ну, об этом персонажа поговорим чуточку попозже. Наверное, сначала надо всё покрасить. Как говорится, вжух и готово. За основу я взял изображение в одном популярном источнике, где нарисован Дате Масамуна, в таком белой безрукавочке дзинбаори. Он, правда, традиционно считается носил чёрные доспехи. Но я думаю, что у великого героя, а это был на самом деле пафосный персонаж, уж, наверное, был не один комплект доспехов. Ну, а штаны у горошек, ну, это моё мелкое хулиганство, потому что захотелось немножечко убавить градус пафоса. К слову сказать, есть ещё одно изображение в популярном источнике, где Дате Масамуна изображён в чёрных доспехах и с Сосимона за спиной. Будь то бы его личный знак, его личный герб, это было красное солнышко на белом фоне, то есть то, что сейчас стало флагом Японии. Вот, но я решил, что пусть лучше князь будет в белой безрукавке, чем с Сосимона. С Сосимоном все и так вокруг бегают. Ну, а его любимое солнышко, я эти сами намлевал ему на спине и на попоне, в общем, сделал максимум, чтобы князя узнавали. И раз уж речь пошла о символике, то вот на плаще этого гонца вы видите герб рода Дате. Две птички в венке из каких-то там веточек. Вот, а красное солнышко, это персональный герб Даты Масамуны. Кстати сказать, вот этот вот персонаж, этот вот, это миничка, это подарок моего подписчика, Николая Юрьевича из Москвы. Он целый клан мне открасил и прислал. Ну, с этим кланом я вас познакомлю уже в следующем выпуске. Вот, а вот этого бойца я не удержался и включил таки в армию Даты Масамуна. Больно уж герб хорошо получился. Что касается символики, то я честно вам скажу, что в готовом варианте, вот то, что вы сейчас видите, здесь очень много исторических допущений, а возможно и неточностей. Ну, даже я не буду говорить здесь о том, что я не знаю, какие там рисунки были на щитах у стрелков. Это в принципе я не знаю, ладно. Но и того, что есть, я тоже многое не смог нарисовать. Сейчас расскажу. Вот вы видите имеющуюся символику клана Даты. Я фактически везде взял за основу тёмно-синее полотнище и жёлтый кружочек солнышка. Потому что герб Рода Даты очень сложный. Нарисовать его на сосимона у воинов я физически не смог. Эти две птички и веночки, ну, слушайте, на 5-миллиметровом флажке там она никак не рисуется. Да и на знамени на большом тоже. Вот. Не могу сказать, что это прямо совсем ошибка, но это не совсем правда, что называется. Ну и обратите внимание на сосимона для сигару. Они носили трёхфлажковые сосимоны. Я такое сделать просто не мог и даже заморачиваться не стал. Простите. Зато, друзья мои, при оформлении штабной базы клана Даты я по максимуму старался придерживаться исторической правды. Вот здесь вы видите и главное знамя, главный штандарт Даты Масамуны, и его малый штандарт, два таких зонтика и султанчик из пёрышков наверху. Я здесь поставил кусочек шурмы, где старательно нарисовал, попытался нарисовать герб рода Даты. Ну, здесь уже места много получилось. Вот так у меня будут оформляться все базы командиров корпусов и командиров армии. Я думаю, достаточно пафосно, согласитесь. Хотя сказать по совести, конечно, надо было только князя делать конным, остальных пешими, тогда и оформление было бы более наглядным, и князь был бы более заметным на поле боя. Ну, ладно. Как вышло, так вышло. Скажем так, первый блин комом. Князь Даты Масамуны носил прозвище Докуганрию Одноглазый дракон. Дело в том, что у него правый глаз от оспы перестал видеть. Сля слепа на один глаз в детстве ещё. Вот. Однако он никогда не носил повязки на глазу наподобие пирата. Именно поэтому я на минечке ничего и не лепил. Когда на иллюстрациях изображают эту повязку, это неправда. Дело в том, что Даты Масамуны очень не любил, когда... Ну, как-то вообще подчёркивает свою инвалидность. Поскольку в 16 веке в Японии физическая полноценность, она очень высоко ценилась. Поэтому прозвище прозвищем, но на глаз он повязку не накладывал. После смерти на могиле князя в храме поставили его статую. Он очень просил, чтобы на статую сделали его с нормальными глазами. А жена, которая его очень любила, настояла, чтобы всё-таки правый глаз изобразили так, как он был. Ну, с повреждённым. Ну, и хотелось, чтобы сохранился портрет любимого мужа. Так я всё думаю, женщины, да? И не переспоришь-то их никак. Особенно, если ты уже умер. Ну, и в заключении стихотворение, которое вроде бы как написал Дата Масамуна незадолго до смерти. Он умер в 70 лет. Какие-то проблемы у него с желудком были. Луна души, не омрачённые облаками, пролей свой свет на этот зыбкий мир и тьму его рассеять. Вот так. Вот так вот, друзья мои, шутками и прибаутками, но мы с вами собрали первый из шести корпусов, необходимых для нашего японского проекта. Дорогу осилит идущий. Что тут ещё скажешь? Спасибо огромное всем, кто рассмотрел это видео до конца. Как обычно, прошу обратную связь. Ругайте, пишите, хвалите, советуйте, предлагайте, спорьте. В общем, не оставайтесь равнодушными. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok